Первое испытание бразильской противокорабельной ракеты 26 декабря 2018 года Первое испытание бразильской противокорабельной ракеты ВМС Бразилии продолжают распространять информацию о проведенном ими 27 ноября 2018 года первом морском испытании противокорабельной ракеты Национальной бразильской разработки. Ракета была запущена из опыта выпусковой установки с бразильского корвета V-34 в 300 километрах от побережья штата Рио-де-Жанейро. Испытание было сочтено успешным, хотя указывается, что телеметрические данные показали необходимость доработки ряда систем ракеты. Первый испытательный запуск бразильской противокорабельной ракеты Скорвета V-34 ВМС Бразилии, 27 ноября 2018 года ВМС Бразилии разработка противокорабельной ракеты осуществляется с 2009 года в рамках программы под руководством Управления военно-морских вооружений ВМС Бразилии консорциумом бразильских компаний во главе В качестве головного подрядчика отвечает за разработку и изготовление планера ракеты, твердотопливного маршевого ракетного двигателя, боевой части и взрывателя, а также осуществляет общую сборку и интеграцию ПКР. Твердотопливный ракетный двигатель ракеты Как считается, является аналогом маршевого РДТТ 40, массой 543 кг, ранее разработанного Для замены двигателей состоящих на вооружении ВМС Бразилии французских ПКР 1 ввиду истечения сроков хранения последних испытаний Один с двигателем были проведены в 2012 году В консорциум также входят компании Бразильское отделение группы отвечает за создание для активной радиолокационной головки самонаведения H-диапазона с дальностью действия до 20 км и массой 30 кг Совместно с организациями ВМС Бразилии осуществляет создание системы управления ракетой включая БЦВМ, радиовысотомер, инерциальную навигационную систему предохранитель, интерфейс и сопряжение ССОВ, батареи и приводы а также отвечает за создание телеметрического оборудования для испытаний и ФАНД АКАУЭЗЮТ Техническое управление проектом и документация Компания АРИС Аэроспатия Идефаса Бразильское отделение израильской ЭЛБИТ СИСТЕМС Изготавливает для испытаний ПК ИРМИШИН и комплекс ИТМС Инсталла Кауда Тайро Пара Миссил Суперфиси Суперфиси От ВМС Бразилии к проекту привлечена головная флотская проектно-конструкторская организация ЭМПРОСА ГЕРЕНЧАЛДА ПРОЖТОЗ НАВАИЗ ЭМДЖПРОН Научно-исследовательский институт ВМС ПКМ Военно-морской технологический центр Сан-Паула И Центр анализа военно-морских систем В целом ракета По облику и характеристикам подобно французской 1 предназначена для ее замены в бразильском флоте и выглядит ее полным клоном и может запускаться с тех же канистерных пусковых установок МБДАИТЛ 70А Ракета Имеет стартовый вес 860 кг и массу осколочно-фугасной боевой части 154 кг Длина ракеты 5780 мм Диаметр фюзеляжа 344 мм и размах раскладного крыла 1135 мм Маршевый твертопливный ракетный двигатель должен обеспечить ракете скорость на маршевом участке траектории около 1000 км в час официально заявляемая максимальная дальность полета 70 км Для испытаний к настоящему времени изготовлены три опытные ракеты МАНСИП Одна из которых была запущена 27 ноября и одна нелетная телеметрическая ракета Цикл испытаний планируется завершить в 2019 году после чего приступить к стадии индустриализации и сертификации по завершении которых начать серийное производство однако дата его начала пока что не определяется На основе конструкции МАНСИП ведется также разработка ее авиационного варианта МАНО полноразмерный макет бразильской противокорабельной ракеты МАНСИП С Видео первого испытательного пуска С ВМС Бразилии 25 декабря 2018 года права на данный материал принадлежат bmpd.livejournal.com Материал размещен правообладателем в открытом доступе МАНСИП МАНСИП МАНСИП